ну что мы подъехали к дому где мы жили 10 лет назад мы приехали в феврале 2013 года 15 февраля и мы собственно заселились вот в этот дом уже 10 лет не были вот мы жили там на 14 это что точно не помню но после десятого это я помню вот вообще на самом деле вообще ничего не изменилось тогда парикмахерская здесь была справа вот она и осталась во всяком случае ступеньки остались да а вот в этом подъезде я помню жили на самом подъезде офигеть блин ничего не поменял вообще ничего а его туда вот мы как раз и шли направо заворачивали шли в метро алматинская как раз мы сейчас мы нашли ну то вырули да просто там тупиковым буду заехали посмотреть как мы жили да изначально подниматься нет желания тут постоянно по ночам тут кто-то стрелял то еще очевидно строго то кричали то пиво распевали то он красава угловой дом здесь вообще не ментов никого никого не бывает собственно чума ожидали такого района смотрят я даже не буду были я не думала что мы сюда заедем поршики он они тоже ставят свой для нас и сейчас будем проезжать там где москва река рядышком тут мы туда ходили шашлычки и жарили там мангалы забита не в бетонированной так скажем землю стоят беседки когда андрей работал в ламоде а я не могла себе работу найти ждала ответа от отдела кадров и я ходила туда загорала как-то там книжку читала лежала на травке а здесь турники были он тут раньше будет турники чем сделали детскую площадку а там она сейчас на приходил когда приехал в москву денег не было на тренажерный зал отсюда приходил по ночам заниматься на турничка сейчас там детская площадка вот этого кстати разворота не было вот недавно вы сделали я точно помню что дороги все и вот этого парка не буду просто был лес и заброшка сейчас чуть-чуть окультурили и вот мы ходили справа там зона специально мангальная там шашлыки ходили жарить в этом плане конечно классно было что можно было выйти так шашлыков шашлыков пожарить москве и на этой траве обычно все загорают видна мангалов пока не вижу только нет есть они по-любому проезжали я видела и беседки были мангала стояли зоны сделали отдыха раньше не было видишь как не посмотровая лишний только магазин здесь получается ближайший был только вот этот на углу дарю километра на чтобы до магазина воды когда мы в первый раз приехали в москву первый день мы пошли ночью в магазин купить там по мелочи продуктов это было 12 ночи а мы потом потерялись заблудились и не помнили в какой нам дом надо было мы забыли просто адрес а дома тут все одинаковые одинаково стоят и мы потом блокали искали в какой же нам дом где же мы снимаем комнату время было площадка здесь для собак я тоже раньше не могу здесь недавно сделали и на самом деле прикольно благородили потому что когда мы раньше приехали здесь намного хуже всего было да ближайший магазин по-моему это было да но мы в эту овощку не ходили мы ходили в там виктория где-то в торговом центре таком побольше а дальше а до метро здесь надо было дойти по 4 или 5 километров до метро я помню всегда очень-очень быстрым почти бегающим шагом и дорога занимала ну где-то 15-20 минут до метро ну это прям быстрым шагом да это прям я всегда почти бежала а еще мы когда приехали мы целый год ходили с пакетами с магазина вручную то есть сюда автобус не ходят может он находит но мы в нем и не знали на тот момент и вот мы до метро доезжаем из метро пешком рылом пакетами пока дойдешь все люди отваливаются вот сюда ходили мы за продуктами здесь есть магазин виктория круглосуточный кстати когда мы приехали сюда тоже пришли в этот магазин и там был тренажерный зал на верхнем этаже я такой думаю ну пойду же посмотрю что за зал в Москве такой а мы же приехали сквозь деревни деревни там залы уже нет сюда пришли я обалдел тут зал такой ну тут все новые тренажеры казалось такой крутой да прям вообще ну ничего себе такой думаю обязательно сюда буду ходить там денег заработаю мы ходили да ходили потом сюда но на самом деле по московским меркам это такое там даже не среднячок такой простецкий был заличек это прям блин ну знаешь ли для нас для сравнения оказалось это вообще что-то сверху ну да это что-то вообще там тихо-тихо сзади машина а потом когда мы поумнели чуть-чуть купили себе сумку большую такую альпинистскую и когда приходили в магазин покупать ваша например продукты в эту альпинистскую сумку складывали продукты на себя закидывали и потом с ней если уже оставались легче чем с пакетами совершенно переться пять километров в руках ну то есть ну ты все равно нес на спине этот огромный рюкзак с продуктами ну тяжело но легче все равно чем и один там два пакета может быть небольших оставались в руках нести потом мы купили машину в кредит и уже тогда уже прям кайф положил в багажник продукты и домой поехал но это мы уже переехали на другую эту квартиру особенно когда переезжали отсюда тоже было нечто блин квартиру затопило эту кем вот здесь мы жили там их сверху затопили и пришлось езжать потому что ну не все там воде было все поднялось пальбом на власть и раньше об этом ремонт стали делать и мы съехали на контейнеровскую переезжали вообще трэш все засунули в одну машину ну не в нашу у нас там не было машины знакомый приехал мы засунули всю машину туда все наши шмотки в эту машину и потом переехали на контейнеровскую жить а потом там жили мы получается пять лет по-моему даже шесть где-то шесть лет жили офигеть там конечно квартира тоже стрёмная но хотя бы без хозяин без хозяевов это намного лучше но стрёмная сейчас такая вся сначала мы в четырехкомнатной снимали комнату надо коммуналка а потом в однушку в соседнюю квартиру этой же хозяйки переехали да там коммуналка там тоже получается четыре семьи в одной квартире и один холодильник вот это бы вообще жопа она потом 2 купила да и 1 1 стиралка это ну это реально тяжело это блин и плюс все ходят с работы уходят это вот движуха кухня одна все и санузел один совмещенный все едят быстро то есть туалет как по режиму то есть он трэш это реально коммун коммуналка на самом утрой на коммуналку там мы четыре года прожили денег нас собирали все и короче мы в отдельную квартиру в одну комнату ехали на этом же этаже и это выдохнуло это да блин думаю легче стало чуть-чуть там тоже кстати молодая пара жила но не помню кассиву потеку что-то взяли они с ребенком там жили нас ребенком и съехали у них дочка была мы съехали и мы потом там тоже долго жили пока тоже не затопило трубу прорвало затопило все кипятком причем бедный внуков чуть не сварился воде он на кровати спасался начаты прям он все равно что это был стресс у него был капец там мы заходим а там воды по щиколотку к тупо горлышко он мягчат орет мы его на руки берем мокрого там на кухне заходим все же в воде стояла прям конкретно и там током шиба это убило когда на кухню заходили и у нас весь этаж ребята соседних квартир помогали нам вычерпывать воду скрепления не за у нас там аппаратура macbook дорогущий тренажер и тренажер и все это в воде стоит это беговая дорожка в воде стоит я думаю хана и двигатель там в отделом потому что она была под наколом стояла двигатель в минуту а в вода почти ну перекрыла двигатель то есть вообще там дом микросхемы все сгорят потом просушивали долго потом мы переехали от удово нас срочно было приехать на липецку блин это вообще жопа реально жопа это это район наркоманов где вот липецкая улица вот где только заезжаешь когда в москву берелевой там по липецкой проезжаешь там с левой стороны многоэтажки стрёмные стоят это ну там короче чисто район нариков там всем во первых там поголовно все пьяные это поголовно выходишь на улицу сидят на лавках мужики просто там в думу в девять утра уж их жопу пьяные все и молодежь там наркоманы все ходят там под сапа целями потом под какой-то херней короче вообще полный трэш и мы там жили два года один год я сам плечу не охерел закон как раз самоизоляцию мы там посидели вверху под нами какие-то наркоманы были и друг друга песня пили избивали по ночам приезжали непостоян блин это это вообще жопа не знаю как там хозяйка жила до этого сети я уже давно продал бы эту квартиру и свалил вот туда обошенные облеванные подъезда и лифты это там вообще там блин я такую ну как в фильмах показывают ужастика 13 район там блин такое вот это вот вот это вот хрень ну и потом мы уже просто к нам это хозяйка позвонила сказала надо съезжать а сможем разводиться и надо вернуться в квартиру до нас обрадовала после самоизоляции когда денег нихера нету а у нас мы платили аренду три месяца купили землю еще землю купили все папки короче спустили которые были и пришлось кредит брать чтобы съехать чтобы потом в бизнес вложить чтобы не закрыть ну то есть было сложно в итоге мы взяли миллион и миллион потом по моему уплачивали где-то два года ну может чуть меньше не помню точно ну все равно но таран где-то вот так и вот потом мы съехали вот на кантемию это в царице нам все в царике мы съехали это вот до сих пор пока живем там хотя бы на ну более-менее нормально район соседи хотя бы понятно сверху там что топают слоны там и всякое такое там просто хотя бы за что хорошо там ипотечники взяли молодые семьи там нету ни наркоманов никто не засирает каши да все там более-менее за цивильность так смотрят и ну да там хотя бы с детьми живут никто не орет не кричит там вот это вот друг другу морду не бьют и хотя бы лифты в адекватном состоянии но получается нас там постройки 16 18 года там еще засрать даже все это дело не успели так что вы летяжка было первые наверное пять лет так точно тяжело было если конечно с нашими час которые из мозги я приехал бы опять москву конечно бы это все было бы там 10 раз быстрее легче а когда ты вообще ничего не знаешь вообще ничего не знаете вот выкинули с автобуса все я помню как мы ходили по картам была книжечка карта москвы и мы у нас телефоне не было навигаторов мы ходили по карте вот этой по книжечке улицы искали дома у всех в москве же все такие блатные мы приезжаем в 2013 году у всех смартфоны там навигаторы все там блин на этом современные а мы как дебилы с этими ноги у нас были где-то много хрень короче там не навигации вот эти самые самые старые но не были цветные там камера есть но навигатор навигатор нельзя установить древний телефон и вот с этим телефоном там только с ним можно было звонить и делать фотографию там и эти ммс ки отправлять зачем и все и вот мы как а куда идти где работу искать и компьютер древний который нихера не грузится короче мы покупили карты вот эти атласы и детский атлас мыслят карта москвы короче вот как придурок идешь на тебя сама как на дебила или такой там где там ты находишься на туда-туда афигели реальность коми даже мужик подходят что тут ищешь и ну то это он такой навигатор ребенка то что ты навигатора нет его нет нет все помню все было так вот тут вот раньше машины здесь кстати да мы приезжали тоже ремонтировали помню сейчас все закрывает сносит вон строит многоэтажки все такие заводы сносят наверное на скорость не дай бог они все сносят вот в заводы все которые были все смысл даже если это он такой там 80-х годов постройка все равно смысл тоже получается марина новостройщик понастроили так эти квартиры пипец сколько стоит 15 миллионов вот-вот 15 это будет какая-нибудь малюсенькая 30 квадратов а в основном более или менее адекват хотя бы заши ну и не знаю там средняя такая двушка 65 квадратных метров это будет 25-30 миллионов минимум за тонировку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok